здравствуйте мальчики здравствуйте девочки я с удовольствием приглашаю вас на урок русского языка проверьте свое рабочее место готовность к уроку правильность посадки откройте свою тетрадь и запишите сегодняшнюю дату ты проверь-ка мой дружок ты готов начать урок все ли на месте все ли в порядке учебник ручка и тетрадка если хочешь много знать многого добиться значит грамотно писать должен научиться и вот как раз на уроке русского языка ребята мы с вами продолжаем учиться грамотно писать и начнем мы наш урок русского языка снова со словарной работы давайте вспомним ребята словарные слова которые мы с вами в принципе то уже знаем они нам знакомы посмотрите на доску все перепуталось одно большое длинное непонятное слово но я-то знаю что вы большие молодцы вы обязательно найдете начало и конец каждого словарного слова все эти словарные слова вам знакомы давайте начнем вместе со мной конечно первое словарное слово у нас было назад вперед селка везде лучше гореть сверкать победа ботинки богатство вот ребята посмотрите какие словарные слова должны были у вас получиться запишите эти словарные слова к себе в тетрадь а еще ребята дополнительно придумайте каких-нибудь два распространенных предложения используя то или иное словарное слово молодцы но мы с вами идем дальше на прошлом уроке ребята мы с вами говорили о глаголах и мы с вами акцентировали внимание на спряжении глаголов вспоминали какие же глаголы относятся к первому спряжению какие глаголы относятся ко второму спряжению также мы с вами встретились с таким случаем если вдруг окончание глагола безударное что же нам нужно для этого делать верно тоже вспомнили для этого мы с вами ставим глагол в неопределенную форму и смотрим как же заканчивается глагол и по этому окончанию определяем к какому спряжению относится тот или иной глагол посмотрите ребята на таблицу кратко я поместила все то что вы должны знать в эту таблицу итак смотрим первое спряжение и второе спряжение на прошлом уроке ребят мы с вами много говорили о глаголах исключения которые есть в русском языке и от этого никуда не деться дома вы должны были поучить эти глаголы исключения давайте обобщим и так к первому спряжению относятся все глаголы не наить но есть два глагола исключения брить стелить они как раз заканчиваются наить и будут относиться к первому спряжению то есть к первому спряжению все глаголы ать оть и так далее только не глаголы наить кроме брить стелить вот так вот в русском языке у нас придумано смотрим на второе спряжение а вот ко второму спряжению наоборот относятся все глаголы наить Но также есть и глаголы, которые относятся ко второму спряжению на «ать» и «едь». Казалось бы, мы же знаем, что глаголы на «ать» и «едь» относятся к первому спряжению. Но вот эти именно глаголы решили в русском языке относить ко второму спряжению. Они так и называются – глаголы исключения. Давайте вспомним. Итак, ко второму спряжению глаголы исключения относятся четыре глагола на «ать» – «гнать», «держать», «дышать» и «слышать». И также относятся ко второму спряжению семь глаголов исключения на «едь», «смотреть», «вертеть», «обидеть», «зависеть», «ненавидеть», «видеть» и «терпеть». Продолжаем учить, ребята, эти глаголы исключения. А мы шагаем дальше. Давайте мы с вами вспомним алгоритм. Как же нам правильно определять и записывать то или иное окончание глагола и определять, к какому же спряжению относится тот или иной глагол. Итак, первое. Нахожу глагол с безударным личным окончанием. И понимаю, что в написании этого глагола я начинаю сомневаться. Потому что окончание безударное. Что я делаю дальше? Ставлю этот глагол, в котором сомневаюсь, в неопределённую форму. То, что мы с вами делали. Дальше. Смотрю, на что же оканчивается этот глагол. Следующий шаг. Определяю спряжение глагола. Если глагол в неопределённой форме оканчивается на «ить», то это глагол второго спряжения. Пишу букву «и». Если неопределённая форма глагола оканчивается не на «ить», то это глагол первого спряжения. Пишу букву «е». Ну, ребята, сразу договоримся. Не забываем про глаголы исключения. Ещё раз. Если неопределённая форма оканчивается на «ить», это глагол второго спряжения, всегда напишу букву «и». В окончании. Если неопределённая форма оканчивается не на «ить», то это глагол первого спряжения. Напишу с буквой «е». Сразу напоминалка. Глаголы исключения. А мы идём с вами дальше. Давайте попробуем, ребята, определить по неопределённой форме глагола спряжение данных глаголов. Потренируемся. Очень много глаголов. Мы начинаем с вами нашу тренировку, используя таблицу, с которой мы только что с вами знакомились. Итак, первый глагол «играть» заканчивается на «ать». А мы с вами знаем, что «ать», «еть», «оть», «уть» и так далее. Все эти глаголы относятся к первому спряжению, кроме «брестили». Итак, «думать» глагол заканчивается на «ать», снова первое спряжение. «Встретить» глагол заканчивается на «ить», уже второе спряжение. «Чертить», «ить», второе спряжение. «Светлеть», «еть», первое спряжение. «Тратить», «ить», второе спряжение. «Брить», «ить». Казалось бы, ребята, должно быть ко второму спряжению, но нет. Мы сразу вспомнили «брить» глагол исключения. Значит, отнесём к первому спряжению. «Лаять», «ять», первое спряжение. «Мыслить», «ить», второе спряжение. «Готовить», «ить», второе спряжение. «Мыть», «ить», первое спряжение. «Рубить», «ить», второе спряжение. «Держать», «ать», первое спряжение. «Рыть», «ить», первое спряжение. «Мечтать», «петь», тоже первое спряжение. «Верить», второе спряжение, так как «ить». Посмотрите. Смотреть заканчивается на «едь». Глагол исключения отнесем ко второму спряжению. Вертеть заканчивается на «едь». Глагол исключения отнесем ко второму спряжению. Дома, ребята, вы должны продолжать тренироваться в определении спряжения глаголов по неопределенной форме, вспоминая глаголы исключения. Посмотрите, ребята, на доске у меня известный маленький отрывочек из сказки Александра Сергеевича Пушкина. Смотрит, коршун в море тонет, и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Конечно, нам всем с вами знакома эта сказка Александра Сергеевича Пушкина, сказка о царе Салтане. Посмотрите глаголы, которые я выделила в этом стихотворении. Смотрит, тонет, стонет, плывет, клюет. Давайте попробуем, ребята, определить спряжение данных глаголов. Обязательно смотрим на окончание. Смотрит, окончание –ит, значит, будет второе спряжение. Тонет, окончание –ет, с буквой –е, первое спряжение. Стонет, окончание –ет, первое спряжение. Плывет, окончание –ет, первое спряжение. Клюет, окончание –ет, первое спряжение. То есть мы с вами помним, ребята, изначально, помните, я вам говорила подсказку, глаголы с буквой И в основном отнесем ко второму спряжению, а глаголы, в окончании которых присутствует буква Е, отнесем к первому спряжению. И мы с вами не забываем о глаголах исключения, о которых мы с вами говорим уже второй урок. Еще раз, ребята, напоминаю, дома вы должны обязательно выучить эти глаголы исключения русского языка и про определение спряжений не забывать про них. Посмотрите, на доске у меня представлена интересная, несложная запоминалка. Такое стихотворение запоминалка как раз для глаголов исключения, о которых мы с вами говорим. Ко второму же спряжению отнесем мы без сомнения все глаголы, что наить, кроме брить, стелить. Запомнили? Брить, стелить заканчивается наить, но это глаголы исключения. И еще смотреть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, гнать, держать, дышать, вертеть и зависеть и терпеть. Это тоже глаголы исключения, которые отнесутся ко второму спряжению. Будьте, пожалуйста, внимательны. Дома продолжайте учить. И дома вы, ребята, в учебнике на странице 94 выполните большое упражнение 197. В упражнении 197 вы как раз будете применять свои знания определения спряжения глаголов. Кто плохо запомнил эти таблицы, значит, можно пользоваться учебником. Главное, чтобы вы правильно определили спряжение всех тех глаголов, которые там представлены. Я думаю, что вы обязательно справитесь. Можно подключить своих родителей. Вы сделаете, а они у вас обязательно проверят. Заодно вы им напомните все те глаголы исключения, которые теперь будете знать. На этом наш урок русского языка, ребята, подходит к завершению. Давайте посмотрим на доску и выберем предложение, которое нам подходит больше всего. На уроке я запоминал, да, вы снова запоминали глаголы исключения. Два глагола исключения на «ить», четыре на «ать» и семь на «едь». Я думаю, что вы их обязательно запомните. Как вы оцениваете свою деятельность на уроке? Я думаю, что вы плодотворно и активно поработали на уроке русского языка. На этом урок завершен. Вы большие молодцы! Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, я приглашаю вас на урок математики. Субтитры создавал DimaTorzok Урок математики мы начинаем. Еще одну тайну сегодня узнаем. Не отвлекайся, внимательным будь! За новыми знаниями отправляемся в путь. Итак, ребята, начинаем урок математики. Откройте тетрадь, запишите сегодняшнюю дату. И как обычно наш урок начинается с устного счета. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Сегодня мы с вами устный счет начнем с решения математических выражений. На доске вы видите три математических выражения. Запишите их себе в тетрадь. И сейчас мы с вами будем вычислять эти три математических выражения. Поднимаем глаза вместе со мной к первому математическому выражению. Видим, что выражение со скобками. Значит, конечно, первый наш шаг выполнить все то, что записано в скобках. В скобках первым действием мы выполняем умножение и понимаем, что при умножении 40 из 60 мы получим 2400. А теперь 2400 мы прибавляем 600, 600 и получаем ровно 3000. Но это мы с вами, ребята, только проделали первый шаг. Тот, что в скобках. А за скобками у нас еще деление на 1000. 3000 разделим на 1000, уберем с вами нули. И понимаем, что в ответе получится 3. Молодцы! Переходим ко второму математическому выражению. Здесь, ребята, у нас с вами нет скобок, нет прибавления, отнимания. Только умножение и деление. Значит, все будем с вами выполнять по порядку, так как записано. Если мы 120 умножим на 50, то мы с вами получим 6000. Если мы с вами 6000 разделим на 100, то мы получим 60. А 60 мы умножим на 30, понимаем, что в ответе получится 1800. 6 умножить на 3 – 18 и добавим 2 нуля. Получаем 1800. Молодцы! И еще одно математическое выражение. Здесь тоже, ребята, глазами видно, что работаем по порядку. Все так, как записано. 3400 мы с вами должны разделить на 100. Убираем 2 нуля и понимаем, что в ответе получится 34. Можно подписать над делением. Шагаем дальше. 34 умножаем на 2 и понимаем, что получится 68. Можно подписать над умножением. И еще один последний шаг. 68 умножим на 1000. То есть к 68 мы добавим 3 нуля от 1000. И понимаем, что в ответе получится 68000. Молодцы! Все три выражения математических мы с вами рассчитали. И вы вместе со мной. В ответе получилось еще раз. В первом выражении будет 3. Во втором выражении 1800. И в последнем выражении у вас должно получиться 68000. Молодцы! А мы с вами шагаем дальше. Посмотрите, ребята, снова математические выражения. И снова много нулей мы с вами видим. Но я-то думаю, что мы с вами справимся и вспомним, как же мы делим числа, в которых присутствуют нули. Числа круглые. Итак, 450 разделить на 5. Получаем, верно, 90. 4500 разделить на 90. 280 разделить на 70. 2500 делим на 50. 300 делим на 60. И 720 разделим на 90. Я думаю, что вы без затруднений справитесь с этими математическими выражениями и запишите правильное решение и правильный ответ. Молодцы! А мы с вами шагаем дальше. Какой же устный счет без задачки? Задачка у нас должна быть обязательна. Читаем вместе со мной. За 2 часа машина проехала 160 километров. А потом эта же машина увеличила свою скорость на 20 километров в час. Нам нужно с вами найти, ребята, новую скорость нашей машины. Давайте мы сначала с вами узнаем, какова же скорость нашей машины за 1 час. Для этого мы 160 километров, которые она проехала, разделим на 2 часа на время и понимаем, что средняя скорость машины за 1 час – 80 километров. А вот дальше, ребята, наша машина увеличивает скорость на 20 километров в час. Значит, мы к 80 прибавляем 20 и понимаем, что новая скорость машины будет 100 километров в час. Молодцы! А мы с вами работаем дальше, ребята. На протяжении нескольких уроков мы с вами говорим о письменном делении столбиком многозначных чисел. Мы можем с вами уже сказать, что делить на двузначное число столбиком я точно могу. Делить на трехзначное число столбиком мы с вами начинаем учиться, то есть отрабатываем тренировку письменного деления многозначных чисел, а именно на трехзначное число столбика. Давайте, ребята, вспомним алгоритм деления на трехзначное число. Вместе со мной глазами можно проговаривать. Итак, первый шаг. Мы всегда образуем первое неполное делимое. Второй шаг. Определяем число цифр в частном. Для этого мы с вами даже можем ставить точки в частное, чтобы точно знать, сколько будет цифр. Следующий шаг. Делим неполное делимое на делитель и пробуем найти первую цифру частного. И мы с вами помним, что это первая цифра частного, ребята, пробная. Для того, чтобы понять, подходит нам эта цифра или не подходит, для этого черновик. На черновике с вами проверяем умножение. И если мы с вами при умножении цифры частного на делитель понимаем, что подходит, значит, записываем и следующий шаг. Вычитаем из неполного делимого произведение частного и делителя, который мы только что нашли. Но обязательно проверяем. Остаток должен быть меньше делителя. Если вы видите, что у вас не получается, значит, цифра частного вам это не подходит. Начинаем все сначала. Итак, проверили, что остаток меньше делителя. Работаем дальше. Образуем следующее неполное делимое. И продолжаем деление так до самого конца. Пока, ребята, в делимом не снесем все цифры вниз. Только после того, как мы видели, что все цифры из делимого снесены вниз, в частном у нас стоит ответ. Остаток 0. Только после этого мы можем сказать, что пример разделили полностью. И для удостоверности осуществляем проверку, чтобы проверить самого себя. Посмотрите на математическое выражение, которое мы сейчас с вами попробуем разделить, проговаривая алгоритм, вспоминая весь тот путь деления на трехзначное число, которое мы с вами уже знаем. 30 033 нам нужно разделить на 423. Определяю первое неполное делимое. И понимаю, ребята, что первое неполное делимое будет 3003. Остается еще одна цифра у делимого. Значит, в частном будет две цифры. Начинаю подбирать первую цифру, частное. Для этого попробую 30 разделить на 4, чтобы не было попроще. И понимаю, что ближайшее число 28. Если 28 разделить на 4, будет 7. Попробую цифру 7 в частное. На черновике умножаю 423 на 7 и понимаю, что при умножении получится 2961. Смело записываю под первое неполное делимое, а в частное пишу цифру 7. Отнимаю. Первое неполное делимое получается в остатке 42. Но мы-то с вами знаем, что в делимом у нас с вами еще одна цифра осталась, которую нам нужно снести вниз. Мы ее сносим и получаем второе неполное делимое 423. Легко и просто 423 разделить на 423. Сразу, быстро, смело пишу в частное цифру 1. И понимаю, что в остатке будет 0, а частное у нас 71. Выполню для себя проверку умножения рядышком. 423 умножу на 71. И в ответе получу как раз 30 033. То число, с которого мы начинали с вами делить. Теперь мы точно можем сказать, что выполнено деление верно. Молодцы! И еще одно математическое выражение сегодня мы с вами разберем, ребята. 75 435 нам нужно разделить на 321. Первое неполное делимое 754. Пробую в частное цифру. Возьму цифру 2. Умножаю 321 на 2. Понимаю, что получится 642. Значит, цифра 2 нам подходит. Отнимаю 754 и 642. В остатке получается 112. Давайте посмотрим. 112 остаток меньше, чем делитель 321. Значит, все идет правильно. Сносим следующую цифру из делимого. Это цифра 3. И я получаю второе неполное делимое 1123. Нам нужно разделить на 321. Давайте упростим и попробуем 11 разделить на 3. И понимаю, что ближайшее число – это 9. 9 разделить на 3 будет 3. Попробую в частное цифру 3. 321 умножу на 3 и понимаю, что при умножении получится 963. А это меньше второго неполного делимого. Значит, цифра 3 мне подходит. Отнимаю 1123 и 963. Получается в остатке 160. Но мы видим, что пример еще не завершен. У нас с вами еще в делимом есть цифра 5. Сносим цифру 5 вниз и получаем третье неполное делимое – 1605. И вот теперь 1605 нам нужно разделить на 321. Давайте упростим и попробуем 16 разделить на 3. Мы понимаем, что ближайшее число – 15. 15 разделить на 3 получается 5. Попробую в частное цифру 5. И при умножении я понимаю, если 321 умножу на 5, как раз и получится 1605. Приятного внимания, остаток получается 0. Значит, в частном у нас с вами получилось 235. Чтобы уже наверняка удостовериться, сделаем проверку. 235 умножим на 321. Будем умножать на трехзначное число. Значит, у вас должно получиться 3 неполных произведения. Когда вы будете складывать все эти 3 неполных произведения, в ответе у вас получится при умножении 75435. Как раз то число, которое мы с вами начинали с деления 75435. Все верно. Значит, теперь я точно могу сказать, что мой пример решен абсолютно правильно. И я в этом уверен. Дома, ребята, вы продолжаете учиться делить столбиком на трехзначное число. И рядом выполняете проверку. И вот как раз в учебнике вы будете выполнять на странице 74 большой номер 291 именно с проверкой, как мы с вами только что делали. Пример на деление проделали путь, а рядом сделали проверку, пример на умножение. И сравнили, одинаковые ли у нас с вами произведения и делимые. Если числа совпадают, значит, все я сделал и выполнил верно. Дома продолжайте тренироваться и обязательно проговаривайте алгоритм деления на трехзначное число. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Какие задания были для вас интересными? Мне бы очень хотелось услышать от вас, чтобы вы ответили. А мне все было интересно на уроке математики. Какие примеры мы учились решать на уроке? Мы продолжали отрабатывать письменное деление столбиком на трехзначное число. И я думаю, что вы с отличным настроением подходите к завершению урока. Наш урок подошел к концу. Я говорю вам, что вы большие молодцы, потрудились, поработали вместе со мной. Спасибо за урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова